Света! Солнышко! Вставай! Света Букина! Ты вообще не списывал, он мне просто юбку застёгивал! Привет, мам! Пора в школу! Я не могу, я жду, когда Рома принесёт мне газету. Я делаю доклад о событиях в мировой экономике на обще... Обще... Обществоведении. Да, круто! Ты тоже знаешь это слово? А вот и твоя газета, Свет. Рома, так мило, ты купил сестре газету. Да не, мам, я выдернул её из поспящего бомжа. Почти не пахнет. Свежая. Так, ну что ж, приступим к подготовке по обществовведению. Эспресс-сплетни? Ром, ты уверен, что это та газета, которая нужна? Конечно. Все будут делать доклады по серьёзным газетам, а Светке это больше подходит. Так, девочка-подросток побила мировой рекорд тупости. Света, тут точно про тебя. Слушай, давай про политику, а? Чем занимается кандализа Райс с лошадьми на ранчо Джорджа Буша? Ну, давай лучше вторая, тут хотя бы про лошадей. А это, а чё такое кандализа? Ой, смотрите. Домохозяйка выиграла миллион рублей. Тут написано, она выиграла, потому что потёрла живот статуэтки Джиняо. Китайского бога достатка и благоденствия. Покупайте статуэтки Джиняо. Мне тоже надо потереть что-то, что приносит удачу. А ты потри, Светку. В школе все парни так делают. Им везёт. Зато тебя никто не трогает. Боятся руки испачкать. Так. Кон-до-ли-за-райс. Блин, ни одного слова знакомого. Ух ты, моя малышка читает. Блин, пап, сбилась из-за тебя. Теперь всё по-новому начинать. Офигеть. Одна Букина читает, другая работает на кухне. Это что, революция? Ну, тогда рабочий класс требует свой завтрак. Гена, где я тебе возьму завтрак такую раннюю? Когда ты уже повзрослеешь? Мне нужно выиграть лотерею. А для этого мне нужен китайский божок. А что тебе нужно для эмиграции в Китай? Я подпишу любые документы. Статуэтка этого бога, Гена, стоит три тысячи. Но зато она удачи приносит на миллион. Даша, ты знаешь, что такое три тысячи, а? Это еда, это квартплата, это образование наших детей. А что это за слово? И. И? Ух ты! Слово из одной буквы! Гена, привет, слушай. Я пораньше с работы слинял. Ты занят? Да, я занят. Жду, когда наступит пенсия. Гена, твоя проблема в том, что ты не хочешь развивать свой интеллект. Пойдем со мной в музей, в консерваторию, в оперу. Научись быть эстетом. Вот это сиськи. Здрасте, сударыня. Разрешите вас проводить? Сюда, пожалуйста, присаживайтесь. Ща я вам принесу эту... Жень, что мы тут продаем-то, а? А, обувь! Да, обувь, обувь, да. Что желаете? Мне нужны черные туфли на шпильке тридцать восьмого размера. Я не пойду. Я тоже не пойду. Тогда давай вместе идем. Раз, два. Отдай! Отдай! Отдай сюда! Отдай! Отдай! Жень, только после тебя. Спасибо, друг. Я помогу? Вот, я принес всех вам. А я ему помогал. Как они вам идут? Можно я мне пройдусь по магазину? А может, лучше станцуйте в них, а? Вы оба такие милые. Я точно не это видел. Вот только где? Вспомнил! Это девушка из журнала «Красотки Урала» за прошлый месяц. Она девушка номером. Не может быть. Женя, я могу не помнить, какого цвета глаза у моей жены, когда родились мои дети, но то, что это Анжела Аргунова, это точно. Год рождения, 83-й, любимый фильм «Американский пирог 3», «Родинка на правой ягодице». Не видно. Давай докажу. Девушка, а вы правда Анжела Аргунова, девушка из журнала «Красотки Урала»? Да, это я. Вы знаете, я всегда восхищался вашей работой. И я тоже. Мне нравятся эти туфли. Сколько с меня? Я заплачу. Нет. За счет магазина. В конце концов, благодаря вашим фотографиям, мы можем заниматься сексом с нашими женами. Слушай, Ген, у тебя что, правда есть прошлый номер «Красотки Урала» с фоткой Анжела, а? Женя, у меня есть все номера этого журнала за последние 15 лет. Кстати, ты знаешь, что это первый эротический журнал в нашей стране, а? Нет. Ха-ха, он начал выходить в 91-м году, это был первый «Вестик свободы». Нет, конечно, фотки были не те, да и фотографировались кто. Вон, продавщицы, кассиржи Валька Белова. Валька Белова. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эх, классно было. Слушай, Ген, а ты что, их коллекционируешь? Ой, ты начал делать что, мой отец. Ну, а после его смерти я продолжил традицию. И у тебя есть все номера за 15 лет. Ха-ха-ха. Тащи сюда фотку Анжелы. Сейчас. А ты садись, но главное, если кто войдет, не по нововиду. Ха-ха-ха. Мы увидим Анжелу. Ха-ха-ха. Они пропали. Мои красавицы, мои женщины, мои журналы, вся моя жизнь. Ха-ха-ха. Куда все это делось? Привет, Ген. Смотри, я купила статуэтку китайского бога достатка и богатства. Его зовут Джиняу. Какой счастливый день. Какой счастливый день. Даша, а где ты взяла деньги? Так это я продала журналы, которые валялись в чулане. Ой, а что, они кому-то нужны, что ли, были? Джиняу, Джиняу, Джиняу. Ген, ты молчишь уже два часа. Может, ты все-таки попробуешь хотя бы улыбнуться? Ген, ну ладно тебе дуться на меня, а. Ну на, вот, может, ты потрешь Джиняу, и тебе станет легче. Гена, ты так его задушишь. Он принесет нам процветание в семью, деньги, счастье. Маш, ну как ты могла продать мои журналы, а? Ой, не раздувай из мухи слона. Кроме тебя это вообще никого не интересует. Ну почему ты продаешь именно мои вещи? Ну неужели у детей нечего было продать, а? Гена, я не могу воровать у собственных детей. Они запирают свои комнаты на замки. Геннадий Букин, вы мерзкий червяк. Почему-то мне иногда кажется, что у меня две жены. Лен, что он натворил? У нас Жени был чудесный интимный момент. Я уже почти увидела салют. Как вдруг мне на лицо упала кнопка. Я посмотрела вверх и обнаружила на спинке нашей кровати вот это. Он нашел номер с Анжелой. После аккуратных расспросов Женя в слезах на коленях признался, что это извращенные идеи Гены. Все, Геннадий, с этого дня я запрещаю тебе играть с Женей. Я не потерплю в своем доме подобные журналы. Так отдай его мне, а! Да. Наслаждайся! Ген, скажи мне, а ты тоже думаешь о других женщинах, когда мы занимаемся с тобой этим? Нет. Ну же, Даша, скажи. Это либо нос, либо грудь? Или что? Бедняжка. Ты и правда не можешь это отличить? Ладно, я вижу у тебя плохое настроение. Пойду с Женя выигрывать в лотерею. Не, ну нафиг я на ней вообще женился, а! Она ведь мне и так не отказывала, а! Давай, мой маленький китайчонок, подскажи мне хорошее число. Ляу-тряу-мяу-сунь, пяу-сяу-дау-фунь. Господи, как же хоть папа не дожил до этого момента и не видит моего позора. Папа, я думал, ты умер. А я думал, ты жив. Офигеть. Отец, я же тебя не видел с момента похорона, а! Отлично выглядишь. Ну а как ты? Отлично. Как дети? Отлично. Как мои журналы? Так ты в курсе, да? Нет, блин. Меня интересует твоя жизнь и твои дети. Отец, я не мог ее остановить. Но там наверху все смеются над тобой. Ржут как кони. Что значит все? Кто все? Ломоносов, Пикассо, Дали, Пушкин. Все наши. Отец, у тебя там окружают самые лучшие умы. Кто-нибудь разбирается в женщинах, а? Нет. Не, ну Сократ с Платоном пытались что-то придумать, потом плюнули и стали жить вместе. Никто ничего не понимает в женщинах. Одно мы знаем точно. Ты должен заставить ее вернуть журналы. Смотри на нее, отец. Не могу заставить ее налить мне стакан воды. А Иван Грозный считает, что можешь. Грозный? Иван Васильевич? Ха! Круто! Подожди, так сам Грозный хочет, чтобы я это сделал? Да он поставил на тебя 500 рублей. Сяо пёлдол фунь! А-а-а-а-а-а! Эй, ты, женщина, холопка, а ну встань и внимай царю. Повелеваю, принеси мои журналы обратно. А ну не беречь мне. Мы требуем наши журналы обратно. А мы, это кто мы? Мы, все мужики, ну, кроме Платона и Сократа. Ну да, ладно, я тогда пойду, да? Ничего себе, как будто сам Иван Грозный в меня вселился, а? Отпрыски! А ну спускайтесь немедля! Че тебе, пап? Повелеваю! Ты, отрок, помоешь мою машину, а в палате наведешь эту лепоту. А ты, девка, неси царю явство, кушанья! Чипсы! Неси! Че это с ним? Да, старческий маразм. Блин, я думала, у нас хотя бы еще пара лет есть. Ген, привет! Я у тебя хотел спросить... На колени, холоп! Слушай, Ген, я хотел спросить... Ты че, с ума что ли сошел? Молчи, смерть! Ты по что позволяешь бабе собой помыкать? Молчишь, бусурманин? Я, я это... Азбуки-Веди! Ничтоже сумнящийся! Я это... Азмьес-сосед! Гуцарюк домой! Помогите! Вот что дух царский делает! Папа! А? Что? А когда мама придет? Она не придет. Она приползет на коленях. Она будет валяться в пыли у моих ног и умолять о пощаде. Она... А что? Просто, когда у нас проблемы, мы советуемся с ней. А в чем дело? Посоветуйтесь со мной. Я знаю все, что знает ваша мать. А еще таблица умножения. Ладно. У меня сейчас овуляция. И когда это происходит, я чувствую болезненный спазм. Что делать? А нужно сделать эту... Дедную сетку. И... И вообще, ты знаешь что, ты разминаешься как надо перед этой... Как ее... Амуляцией. Рома? А у меня никаких проблем, пап. Хорошо. Это хорошо. Из меня получился отличный отец. Так, что еще посоветовать-то, а? Слушай, а время уже позднее. Ну-ка, Маша, спать. Хорошо. Пап, ты там спросил у Ивана Грозного? А что он только сына-то убил, а? Мои красавицы! Мои журналы как-то их вернуло, а? Скажи спасибо, Джиняо. Мы ехали на твоей машине, и вдруг... Э-э-э, секундочку. А что ты делала в моей машине? Так это... Джиняо мне так посоветовал. А-а-а. Так, говорит, удобнее. Ну так вот, я ехала по городу, и не знала, что делать, потому что этот чувак, который купил эти журналы, запросил аж тройную цену. Я потеряла живот Джиняо, и тут меня стукнуло. Это гениальная идея, как вернуть мои журналы, да? Нет, дорогая тачка. Что? Ты стукнула в мою машину? Да нет же, от меня стукнули. Ну ты не переживай, я не пострадала. Так вот, мы решили не обращаться к страховщикам, а парень просто заплатил мне деньги, а я выкупила твои журналы. Правда, здорово, да? Секундочку. Моя машина сильно пострадала, а? Ну нет, она ненормальная, сможешь ездить. Правда, когда завтра поедешь на работу, выезжай пораньше. Она поворачивает только направо. Нет, лучше на ней вообще не ездить, там и двери-то сбоку нет. Зашибись. Машина ездит только по часовой стрелке, с тобой все в порядке. Сплошные несчастья. Но мне плевать. Ко мне вернулись мои красотки, смотри, Даш. Это Анжела Аргунова. Правда, крутая телка, а? Не вижу ничего особенного. Ты увидишь, когда я прикреплю ее к спинке кровати. А сейчас, ну-ка, наверх, холопка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ублажьи наше грозное величество. Спасибо большое, но совсем не обязательно было провожать меня до дома. Я должен был проследить, что вы ничего не украдете по дороге. Да я не собиралась воровать из супермаркета. Я хотела расплатиться карточкой. Но на ней оказалось денег. Ну, было глупо раскладывать продукты опять по полкам. А в магазине одежды? Ну, я примеряла пояс. Ну, да, я забыла его снять. А у палатки с овощами? Так он же сам мне сказал, угощайся, красавица. Да, но он не имел в виду 6 килограммов огурцов. Круто, мам. Молодец, мам. Это кто? А, товарищ полковник, вы зря тратите на нас время. Сейчас так много преступников вокруг. Вот, например, мой муж ездит без страховки, без техосмотра, а недавно вообще с места аварии скрылся. Так, номер его машины. Вот. Только вы не говорите, что это я вам сказала. Мне полагается, какая-нибудь награда за то, что я его сдала, а? Хм. Жмот. Дети, на карточке вашего папы нет ни копейки. Вывод. Надо жить с тем, кому ты по карману. Ой, мам, а вот скажи, а у папы в жизни было хоть что-то, чем можно гордиться? Конечно. Я помню, как его очень сильно побил парень из соседней школы. Так вот, теперь этот парень депутат Госдумы. Папа до сих пор вспоминает об этом с гордостью. Круто! А если бы тогда победил папа, депутатом бы стал он? Привет, милый! Как прошел день? Как ты думаешь, раз я вернулся сюда? Зато я повеселил парней на бензоколонке. Заправился, попытался расплатиться с ними своими шлепками, а они заставили меня отсасывать бензин из машины. Эх, наколол. Проглотил бензин на рублей на десять. А я вот тоже думала, чем же тебя повеселить? О, придумала. Счета за квартиру. Ну как, веселее, милый? Да, конечно. Я просто счастлив. Жаль, что среди этих веселых бумажек нет повестки в прокуратуре. Ой, какой смешной счет за телефон, а? Даш, ну у тебя сплошные разговоры с Дерябиной. Это... Это что? По пять часов в день? Гена, у мамы сломался телевизор. Она нас слушала. Так, Ром, а кто звонил на платную линию разговора для взрослых? Пап, да это не то, что ты думаешь. Там просто голые тетки рассказывали мне всякие неприличные истории. Тогда ладно. А кто звонил в телевикторину «Всё о рок-музыке»? Ой, наверное, это была я. Пап, ну я экономила твои денежки. Как? Понимаешь, там каждая первая минута стоит 50 рублей, а каждая дополнительная 10 рублей. Вот, и чтобы экономить, я клала трубку после каждой первой минуты и перезванивала. Ну, по крайней мере, она старалась. Да. О, Боже. Гена, я понимаю, у тебя был трудный день. Хочешь поесть? Да. Я тоже. Пап, совсем забыл сказать. Тебе звонила тетя Лита Данилина. У неё туфля на мозоль не налазит, и она спрашивает, что ей делать. Ходить на четвереньках, как я ей положено. Но почему они со всеми этими вопросами звонят ко мне домой? Если бы я за каждый детский звонок по поводу обуви получал по 10 рублей... Даша, меня осенило. Я придумал, как заработать денег. Хотите услышать? Нет. Дети. Нет. Даю подсказку. Что у меня получается делать лучше, чем у других? Храпеть, как бульдозер. Вытирать ноги моей футболкой. Кидаться козявками в ворона? Представляешь, Лен, сейчас выдаю ещё один кредит. А это значит, что? Ну что, что? Что я выиграю конкурс. Выдам больше всех кредитов, и мы едем на Майорку. Да, этот лох как раз подписывает бумаги. Это я не про вас, это я про другого лоха. Слушай, Лен, извини, я тебе перезвоню, этот лох на меня смотрит. Спасибо большое вам, спасибо. Вы меня выручили, спасли. Что вы? Вы же знаете, мы заботимся только о вас. Спасибо, спасибо. Я лидер, я лидер, я еду на Майорку. Привет, Жень. Я хочу взять кредит. До свидания, Ген. Да послушай, я хочу купить платную телефонную линию. Это будет круто. Люди будут платить 50 рублей в минуту, чтобы просто поболтать со мной. Платная линия? Да. Это что, секс по телефону? С тобой? Зачем? Это будет горячая телефонная линия про обувь. Доктор Айботинок. Слушай, Ген, ни один изменяемый банкир никогда не даст тебе кредит на такую фигню. Ты понял? А столовиста Степанов. Так, Ген, сколько, говоришь, тебе нужно? 200 тысяч рублей, хватит? Вообще-то я хотел 100. Да брось, бери 200 в самый раз. Так, подписывай вот здесь, остальное заполним потом. Я победил, я победил. Я еду на Майорку. Это тебе, столовиста, Смирнов. Майорка, все ночи полные огня. Степанов, я хочу поговорить с вами. Сию минуту. Ген, давай, вали отсюда, президент пришел. Я голосовал за вас. Николай Петрович, так о чем вы хотели со мной поговорить? Степанов, вы знаете количество кредитов, выданных вами в этом году, которые не вернулись в банк? Ну, один или два. Сорок. Сорок? Да. Я подумаю над этим. На Майорке. Надеюсь, желание выиграть не отразилось на вашей работе? Какой кредит вы выдали последним? Кредит Геннадию Букину. Вы уверены, что он его выплатит? Конечно, на все 100%. Обязательно выплатят. Отлично. Если Букин не вернет кредит в банк, вы уволены. Гена, во всем мире нет такого идиота, который станет звонить на горячую линию про обувь. Да ладно? Он в нашей школе тоже говорили, неужели найдется идиот, который женится на этой рыжей дуре? Как видишь, идиот нашелся. Ой, смотрите, папина реклама начинается. Привет. Меня зовут доктор Айботинок. Я человек, который любит ваши ноги. Все. Я уволен. Тихо, тихо. Простите, мне звонят. Алло, доктор Айботинок слушает. Ах, доктор Айботинок, я не знаю, что мне делать. Через пять минут я иду на вечеринку, а туфли мне жмут. Ай, вы можете мне помочь? А с вами такое случалось? Могу поспорить, что да. Ставлю на это двести тысяч рублей. И если вы такая же красивая, как Маша, и даже если вы толстая и страшная, но у вас проблемы с обувью, звоните на горячую линию доктор Айботинок. Телефоны на экране. О, это просто чудо. Я чувствую себя гораздо лучше. Валенки в сапоге? Помоги своей ноге. Ну вот. Теперь я вижу, вы смотрите на меня с уважением. Нужно занять место у телефонов. По статистике, первые 90% звонков приходится на первые три минуты. Пояснась. Ген, а если эта идея провалится? Нет, не то, что я в неё не верю. Ну, а вдруг никто не позвонит сегодня? И в ближайший миллион лет. А мне-то интересно, а что ты указал в качестве залога за кредит? Единственное, что у меня есть. Это консервную банку на колёсах. Мою машину? Ты с ума сошла, я никому её не отдал. Я указал квартиру. Отлично. Всю жизнь мечтала жить на вокзале. Так, дети, уже полночь, пора спать. Идите наверх. А папе кто-нибудь звонил? Да, мама позвонила по сотовому из туалета и назвала его идиотом. Жень, ну хоть ты в меня веришь, а? А он, доктор Айботинок слушает. Гена, это позвонили в дверь? Ну так открой, что стоишь, видишь, я по телефону разговариваю. Алло, доктор Айботинок говорите? Алло. Вообще-то нам дотация полагается. У нас в семье инвалид. Женя, ты просил не кричать на тебя по поводу кредита до полуночи. Уже полночь. Теперь можно? Алло. 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 Женя. Лена, он молчит уже шесть часов. Женя, перестань притворяться, что ты в коме. Ты дал этому человеку кредит в 200 тысяч рублей. Я не виню Гену. Если человек даёт обезьяне ружьё, и она кого-нибудь застрелит, разве можно винить в этом обезьяну? Э, а я что-то не понял. Ты что был? Скрыт намёк на меня? Моя идея ещё сработает. Не надо меня хоронить раньше времени. Да никто тебя не хоронит, а вот Степанова уже можно. Гена, сколько людей тебе позвонило? Это секретная информация. Да никто, никто тебе не позвонил. Сегодня никто, а завтра в два раза больше. И вот на это ты выдал кредит. Я хотел поехать на Майорку. Отлично. Ты снова облажался, а расплачиваться мне. Хорошо, Гена, я заплачу тебе 200 тысяч рублей. А, мы богаты, мы богаты. Ты гений. Ты говорил, что я умею зарабатывать. Заткнитесь! Я дам тебе эти деньги, чтобы ты отдал кредит. И чтобы этот придурок сохранил работу. Я на хорошем счету в своём банке не могу позволить себе один безнадёжный кредит. Степанов, идём, отдашь натурой. Ахахаха. И не дай бог тебе и там облажаться. Да ты во всём виноват. Тебе туда и идти. Женя, идём. Да, дорогая. Ой, Ген, если бы ты за каждую глупость расплачивался со мной натурой, я бы вообще из кровати не вылезала. Но зато, по крайней мере, эта глупая идея нам ничего не стоила. Да нет, Даша, это она Жене ничего не стоила. Я по-прежнему должен 200 тысяч, только теперь банку Лены. Так что я разорён, и мне придётся жить на улице. Ты будешь жить со мной? Ну ты же знаешь, что я тебя никогда не брошу. Блин, вот я попал, а. Подожди. А у меня отличная идея. Я не буду выплачивать Жене кредит. Молодец. Я вложу деньги в новую рекламу. Привет. С вами снова я, доктор Айботинок. Я тут недавно рекламировал свою горячую телефонную линию, но вы, видно, не смотрели, поэтому я вернулся. Только не говорите, что у вас нет проблем с дефектной обувью. Меня не приведёшь. Я ведь сам её продаю. Поэтому звоните с мобильных на мою горячую телефонную линию доктора Айботинок. Звоните даже, если у вас нет проблем, а вы просто хотите поговорить о ногах. Или у вас проблемы с пищеварением. Или у вас жена, идиотка. Я в этом тоже разбираюсь. Со мной интересно. Звоните. Привет. Это снова я, Айботинок. Я уже говорил вам о своей горячей телефонной линии, но вам наплевать. Позвоните мне. Я скажу всё, что о вас думаю. Позвоните мне хоть кто-нибудь, а. Я вам сам заплачу. Первому позвонившему сто рублей. Я вам гарантирую, вы точно будете первым. Это снова я. Мне надоело вас умолять, поэтому я решил сменить тактику. Теперь не надо нам звонить. Теперь можно просто послать СМС. Хочешь поговорить со мной? Шли СМС со словом Ботинок на номер 0886. А это Даша Айботинок, моя жена. Хочешь поговорить с ней? Шли СМС со словом Калоша. Мама, привет! Это я! А это Рома Айботинок, мой сын. Девчонки, хотите поговорить с ним? Шлите СМС со словом Шнурок. А это Айботинок Света, моя дочь. Хочешь поговорить с ней? Шли СМС с крестиком, она плохо читает. А это Барон, обувной пёс. Хочешь поговорить с ним? Звони своему психиатру. Пожалуйста, позвоните мне. Пожалуйста, вам нужно помыть машину? Звоните мне. Вам нужно сбегать за пивом? Звоните мне, я всё для вас сделаю. Так вот куда ты вбухла мои 200 тысяч рублей? Айботинок Айботинок постоянный кред. Хочешь стать одним из них? Позвони мне, пожалуйста. Стар! Каша, а чё ты не пришла на заседание суда, а? Ах, так это было сегодня. А, ну да, вот записано. Вторник Гену посадит. Чёрт, я забыла. Ну ладно, приду в следующий раз. Ой, на суде было так здорово, мне понравился особенно тот момент, как рыдал дядя Женя, когда узнал, что его уволили. Не-не-не, меня больше всего прикольнула истерика чуть Лены, когда она узнала, что её понизили до кассирши. А потом папе вынесли приговор. Ну ладно, дальше сам рассказывай. Ну, я просил о смертной казни, но они меня помиловали. Не обязали выплатить оба кредита. Но, так как по закону выплата не может превышать половину дохода, банку пришлось продлить срок на несколько лет. На сколько? На сто. И к 2106 году мы погасим второй займ. Я смогу уйти на пенсию. Ген, ну не переживай, что так вышло. Главное, что мы с тобой доктора и ботинок, Ты моя калоша. Вы мои ботиночки. Пап, а если хочешь поговорить с нами, отправь нам на мобильные слова жратва. Или бабки. Значит, ты не перестали меня уважать? Да что ты, Ген, мы зауважали тебя еще больше. Это же надо промотать 400 тысяч рублей. Зарабатываешь меньше уборщицы в магазине, а промотал почти полмиллиона. Видела бы меня моя мама. Она бы сказала, я убью тебя, Пукин. Нет, Лена, не надо. Дай лучше я. Нет, я. Слушай, Лена, мне есть, когда мужики разбираются. Мужики? Да ты безработный? Да лучше быть безработным, чем галимый кассирший. Что? Как ты меня назвал? Лена, я пошутил. Больно. А все-таки хорошо, что мы дружная семья. Сколько можно, а? Когда сейчас сдохнут? Привет, пап. Видел, как ты машину толкал. Она что, сломалась? Нет, солнышко. Просто тенек чудесный выдался, а я не хотел сидеть в душной машине, как все эти идиоты на шоссе. Конечно, сломалась! Если ты видел, что ж ты не помогла отсюда, а? Пап, ну ты что, ну в такую жару толкать машину, это ж грыж вылезет. Тебе-то ладно, а мне-то она нафига. Привет, пап. Я видел, как ты машину толкал. Ну, я поспорил с пацанами на сто рублей, то, что ты ее в гору не затолкаешь. И продувь. С тебя стольник. А ты что не помог отцу? По такой жаре ты что, можно грыжу слопотать? Тебе-то ладно, а мне-то она нафига. Молодцы дети, а? Ну давайте, садитесь в машину, сейчас папка завяжет пупок и натолкает вас до кафе мороженого. Клёп, пап, только я чур за рулем. Пап, только толкай быстрее, чтобы у меня волосы развивались. Пап, а не проще купить новую машину? Рома, если бы я выбрасывал все, что не работает, вы бы давно жили без матери. Ром, дверь! Так, сейчас посмотрим, что здесь. Свет, открой капот. Ой, пап, слушай, может, мы все-таки сначала за мороженым съездим, а потом же будем машину чинить? Свет, мы уже поели мороженого и вернулись домой. Я не ела. Садись в машину, а? Так, Ром, ты ел мороженое? Да, Свет, очень вкусно. А где я была? Свет, ты меня слышишь? Свет, когда я скажу, давай, заведи ее и постарайся не сигналить, хорошо? Это значит, да, пап. Пап, а ты уверен, что знаешь, как это делать? Ром, ты говоришь, прям как твоя мать, а? О, нашел! Грязь на круглой штукой в него, за той фигней. Так. Света, заводись! Эй, пап, скажи ей лучше, чтоб ключ повернула, а то сейчас включит музыку и начнет раздеваться. Рома, твоя сестра знает, что надо делать. Она ж не идиотка. Светик, поверни, пожалуйста, ключик. Знакомый звук. Это предсмертный хрип. Я сам так каждое утро хриплю. Все, Свет, вылезай. Так всегда. Вылезай из машины, залезай в машину, вылезай из машины. Как мои парни, тоже все время обещают купить мороженого и не покупают. Привет, мам. Привет, Свет. Привет, мам. Привет, Ром. Света, помой барон, от него несет хуже, чем от вашего отца. Светочка, попрощайся с мамой и принеси мне топор. Дорогой, привет. А я видела, как ты толкал свою машину, она опять сломалась. Зашуль, если ты видела, чего ж ты не помогла? Ну, я увидела в окно детей, думала, раз они тебе не помогают, почему я-то должна? Даш, дети, у меня объявление для всей семьи. Ну, поскольку настоящей семьи у меня нет, я скажу это вам. Я принял решение купить новую машину. Ой, здорово, я буду туда в машине ездить. Вот, ребята, будут завидовать. Я хочу кабриолем. А я жив. А я хочу красную. А мне наплевать, что вы хотите. Обсуждения не будет. Я куплю себе такую машину, которая мне лучше всего подойдет. стиральную. Инвалидку. Очень остроумно. Захочу купить инвалидку, куплю инвалидку, но это будет новая инвалидка. Пап, а купи маршрутку, заодно начнешь прилично зарабатывать. Новая машина. Все, что было в моей жизни, было Б.У. Моя машина, мой дом, моя... Дети, сегодня я покупаю новую машину и хочу, чтобы вся семья это видела. Тогда надо было взять с собой маму. Пусть заведет себе свою семью. Пап, мы же все-таки скажем, что у тебя в коробке. здесь то, чему я посвятил последние 10 лет своей жизни. Журнальчики с голыми тетками? Слышь, ты, регенерат, хватит набить отца. У него сегодня праздник. Так что, веди себя, как в день зарплаты. Давай. Папочка, а ты молодец. Да, ты самый лучший папа на свете. Скажи, пожалуйста, что у тебя в этой прекрасной коробке? 50 тысяч рублей. Тихо, тихо, убивите руки. Это мое. Я копил эти деньги 10 лет. Я экономил на всем. Я брился одним и тем же лезвием. Я читал одну и ту же газету. Я и чистил зубы без пасты. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Пап, я думала, это мы и самое дорогое, что у тебя есть. Нет. Короче, я закопал эту коробку за гаражом очень глубоко. Ну, чтобы никто не нашел. Даже ваша мать. Сейчас я обменяю вот эту вот коробку вот на эту вот машину. Клево! Клево! Новое. Абсолютно новое. Вдохните. Вы чувствуете этот запах новизны, этот? Так, тихо, тихо, тихо. Все новизну вы нюхаете. Ну, как она вам? Ну, вообще ничего, только сзади немножко тесно. Это потому, что обычно ты лежишь, а не сидишь. не, вообще нормально. Па, прикинь, ты за рулем, мама рядом, я здесь, а Ромка в багажнике. Тихо, 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 дети. Сейчас подойдет продавец, и вы увидите, как я торгуюсь. Мы видели, как ты отдавал старую машину за полторы тысячи. Па, если он не будет снижать цену, ты ему дай потрогать свою коленку. Я уже один раз так купил плеер за сто рублей. Светляк назад, а? Добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь? Тут написано двести сорок тысяч, но за сколько вы отдадите ее мне в итоге? За двести сорок тысяч. Хорошо. Двести и оформляем. Двести сорок и оформляйте. Ну, говорил. Двести двадцать. Двести сорок. Двести тридцать семь. Двести сорок. Ладно. Двести сорок и подогрев сидений в подарок. Нет. Коврики и магнитола. Сигнализация. Нет. Ладно. С вас хороший освежитель и разойдемся друзьями. Минуточку. Я посоветую с руководством. Папка Ленка! Сколько стоит освежитель воздуха елочка? Пятнадцать рублей. Двести сорок тысяч за машину и пятьсот рублей за свежитель. Видал, как я его... Как будете платить? В кредит. Первый взнос в пятьдесят тысяч рублей вас устроит? Вполне. Ром, сынок, отсклюня в дяденьке пятьдесят тысяч рублей. Пап, я... я бы с удовольствием, но у тебя тут только три тысячи. и все? Ну да. И рыжий волос. Дорогая, нам надо поговорить. Ты знаешь, Ген, я тоже хочу с тобой поговорить. Слушай, мне кажется, нам надо завести домработницу. Это такой бардак, прям ужас. Даша, скажи мне, пожалуйста, когда ты гуляла за гаражом примерно в полуметре от задней стенки, на глубине примерно полтора метра, ты не находила случайно коробку, в которой лежало примерно пятьдесят тысяч рублей? Так это были твои деньги. Конечно, мои, а чиж еще-то? Не, ну я подумала, может, это закопал Колчак перед отступлением. Колчак? Да. И перед тем, как закопать, написал на коробке Гена. Так я же подумала, что это осталось от слова офигенной, самой офигенной женщины. Ха-ха-ха! Даша, я копил эти деньги всю свою жизнь. Целых десять лет. Это были мои сбережения на новую машину. Вот куда, куда ты потратила сорок семь тысяч рублей? Хорошо. Вот помнишь, ты накричала на меня из-за того, что в доме нет сока? Так я пошла и купила тебе сок. А себе шубу. А когда ты накричала на меня из-за ужина, я пошла и купила тебе сардельку. И шубу маме. Ну, честно говоря, остальные деньги я действительно потратила на глупости. Дорогая, а ты не хочешь со мной прогуляться до гаража? А то мне жутко хочется закопать кое-что еще. Гена, ну ты вечно на меня злишься из-за каких-то глупостей. Хотя это я должна на тебя злиться. Это ведь ты спрятала от меня деньги. Ты бы их профукала. А что ты тогда удивляешься? Ладно, Ген. Денег уже не вернуть. У нас осталось с тобой три тысячи рублей. Не у нас, а у меня. Ну, хорошо, хорошо. У тебя. Я предлагаю потратить их с пользой для семьи. Давай купи мне сережки. Я уже продала твою зимнюю шапку, но мне все равно трех тысяч не хватает. Так все, я пошел за лопатой. О, Ген, я совсем забыла. Я же хотела тебе сказать, что моя парикмахерша хочет купить у тебя машину за 25 тысяч. Хороший выбор. Это последний экземпляр. специально для вас и всего-то 200 тысяч. Вы отлично торгуетесь. Мы выбираем подарок для нашего сына. Пойдемте, оформим покупку. Вам что-нибудь подсказать? А-а-а! Я вас не узнал сразу. Человек с коробкой из-под обуви. Ладно, не обижайтесь. Давайте реально смотреть на вещи. Новый автомобиль вам сейчас не по карману. Может, купите хорошую подержанную машину? Я не хочу подержанную машину. Я хочу новую, как у этого мальчика. Ну, у вас нет денег. Согласен. Я что-нибудь придумаю. Эй, мужик, ты чего? пошел вон из моей машины. Эй, эй! А ну, вылезайте из машины. Это моя машина. Моя. Я горбатился на нее десять лет. Пожалуйста, не забирайте ее у меня. Пожалуйста, она ему не нравится. А спросите у него, спросите. Купите, купите, усыновите меня и купите. Ну, пожалуйста! Ну, пожалуйста! Испокойтесь! Не кричите! Вот вам визитка. В этом салоне продают подержанные недорогие автомобили. Скажите, что от меня все будет в порядке. Черт! Привет, дорогой! Я просто увидел, как ты толкаешь свою новую машину. Ну, как она тебе? Ничего. Легче, чем старая. Понятно. Ты знаешь, я, наверное, была немного неправа. Да ты все равно никогда не смотришься. Так вот, ты работаешь, ты пытаешься прокормить семью. Конечно же, тебе нужна хорошая машина. Так вот, я решила тебе помочь. Ты устроишься на работу и вернешь мне деньги, которые у меня украла? Ген. Ну, давай я сейчас все брошу, буду вставать в 10 утра, бежать на работу. Ой, ну ты прям шутник какой-то. Я дам тебе номер телефона одного человека, который продает подержанные автомобили. Позвони ему и скажи, что ты от меня. Он тебя обслужит по высшему разряду. Давай-давай, звони. Алло. Здрасте, я Адашин. Нет, шуба мне уже не нужна. Не нужна машина. А где находится ваш офис? А, знаю, да. Да, значит, найти хмыря и сказать, что я от корявого. Да, еще пару дней и меня увезут на машине с красным крестом. Папа пришел. Ух ты, эта машина гораздо лучше, чем та, что была. Да, эту я могу тащить за собой, на веревочке. Папа, а не проще ходить на работу без машины? Ром, ты что, папина работу находится слишком далеко, чтобы ходить туда без машины. Значит, хмырь тебя все-таки обманул. Нет, ну я так и знал, а. Ладно, я сяду за руль, ты дотолкаешь меня до него и я все выскажу этому козлу. Дети, залезайте. Ой, пап, я, конечно, понимаю, что нам не по пути, но давай заедем за Олей. Я обещала, что мы ее добросим в аэропорт. Папа, и высадишь меня возле кинотеатра? Так, минуточку. Дорогие мои, а как давно я его знаю, а? Двести, триста лет. За это время я научился обходиться без кучи вещей, ну, без яхты, без дачи, без любви, уважения, еды. Но я не могу прожить без нормальной машины. Поэтому я сам найду, где купить машину уже сегодня вечером. Я приеду, а не приду. Геннабукин больше никогда ничего не будет толкать. Вылезайте из машины. Вылезай, Даша. Встали по бокам, и помогаем папке. Отвините, как вместе толкаем, она идет быстрее. Теперь, Даша, как только толкаем до горки, запрыгивай, тормози, это очень важно. Ооо, она сама едет. Еще как. Не машина, а ласточка. А как покрашена. Цвет какой. Ну, что скажете? Ген, а по-моему, она очень похожа на твою старую машину. Вот, Даша. Это лишний раз доказывает, как ты плохо разбираешься в автомобилях. У моей старой машины был пробег 999 тысяч, а у этой всего лишь 22 километра. Так, Рома, что это значит? То, что машина проезжала один километр в год? Нет. Потому что, если очень сильно захотите постараться, можно купить не новую, но отличную машину. Даша, эта ласточка как будто специально для меня создана. Даже приемник настроен на все мои любимые радиостанции. конечно, она вышла мне чуть дороже, зато в кредит три года, и она моя. Пошли. Наконец-то мне по-настоящему повезло. восхищены, В cleaned остальных по-настоящему погиб. Учения, вы veo вы Vu вы